Следующее сообщение, профессор Трякин Алексей Александрович, оно посвящено лечению распространенных форм герминогенных опухолей. И я прошу вас, коллеги, придерживаться регламента, времени у нас очень мало. Так, а мне на каком языке делать доклад? На русском. На русском? Ну хорошо, тогда точно успею. Добрый день. Разрешите представить, ну это вообще мой любимый топик, да, о котором я больше всего люблю говорить, о герминогенных опухолях. Вот, и обычно я рассказываю, как их в целом нужно лечить, а вот тут, наверное, впервые расскажу, собственно, о опыте онкологического научного центра. Ну и заодно будет понятно, опять же, как с этими опухолями нужно поступать. Всего за, наверное, последние… что-то пропало, да? Где-то за последние 50 лет в нашем отделении клинической фармакологии было пролечено свыше 2000 больных с метастатическими герминогенными опухолями. Но сегодня, вот я бы хотел сфокусироваться буквально на 919 пациентах, которые получали современную первую линию химиотерапии на основе цисплотина и топозида. То есть, собственно, те режимы, которые сейчас рассматриваются как стандартные. Это большая часть была комбинация БЭП и ЛИПИ, но была еще часть пациентов, которые получали экспериментальные режимы, такие как вот СИБОП, ТИБЭП и ускоренный БЭП. О них я тоже расскажу чуть позже. Вот здесь представлены отдаленные результаты лечения в зависимости от прогностической группы. Все вы знаете, что существует вот эта прогностическая классификация IGCCG, которая всех пациентов разделяет на хороший прогноз, промежуточный, неблагоприятный прогноз. И получается, по нашим данным, что пятилетняя выживаемость этих пациентов в зависимости от факторов риска разделяется 90, 81 и 53 процента. То есть, ну, приблизительно, что и репортируется в западных ведущих клиниках. Мы посмотрели, сравнили эффективность двух возможных подходов у больных с благоприятным прогнозом. Но все вы знаете, что в стандартах существует две возможные опции. Это или проведение трех курсов по программе БЭП, или проведение четырех курсов ИПИ у пациентов при хорошем, при благоприятном прогнозе. И вот по нашим данным, собственно, оказалось, что обе комбинации достаточно хорошо переносимы. Ни один пациент не умер от токсичности, по крайней мере. И если посмотреть на отдаленные результаты, то и по показателям безрецидивной выживаемости, и общей выживаемости оба подхода оказались равноэффективными. И поэтому, опять же, оба варианта могут быть равнозаменяемыми. Да, если у вас по какой-то причине нет там блеоцина, можно провести 4 ИПИ. Хотя трех курсов ИПИ все-таки считается, что это менее токсичными. Здесь представлено, ну не буду останавливаться на характеристике больных, самой сложной категории, это с неблагоприятным прогнозом. И вот хотелось бы поделиться нашими данными, как мы пытались улучшить результаты лечения и применяли различные комбинации для этого. Одна из комбинаций была, это такой режим СИБОП-3БЭП. Это еженедельная, такая очень навороченная комбинация, где и цисплотин, и карбоплотин, все это еженедельно. Высокие дозы блеоцина, вот это все в первые 6 недель, а потом уже пациенты получали 3 курса стандартного БЭПа. Но с редукцией доз блеоцина, чтобы не превысить там кумулятивную дозу в 360 миллиграмм. Сейчас бы этот режим назвали бы ДОСДЕНС, но в те годы еще не знали этих слов, поэтому называли просто интенсифицированный режим. И вот 55 пациентов мы включили в это исследование второй фазы. Режим оказался достаточно токсичный все-таки. Каждый пятый больной не смог закончить весь запланированный объем терапии. От осложнения, от токсичности умерло 7% пациентов. И основной токсичностью были, конечно, это милотоксичность, фибрильная нитропения и тромбоцитпения, глубокие у 45% больных. Про отдаленные результаты я чуть позже в конце расскажу. Следующее, что мы решили попробовать, была комбинация ТИБЭП. Это к нормальному БЭПу мы добавили поклитоксел в полной дозе, 175 миллиграмм на квадратный метр в первый день. Все это, естественно, при поддержке экологии с стимулирующими факторами. Вообще комбинация ТИБЭП исследовалась и RTC, но при промежуточном прогнозе. И в исследовании второй и третьей фазы показало преимущество по сравнению со стандартным режимом БЭП. И вот мы решили посмотреть, какова эффективность и переносимость этой комбинации у пациентов с неблагоприятным прогнозом. И вот когда мы пролечили первые 17 пациентов, мы столкнулись с неожиданно высокой токсичностью. Была очень высокая фибрильная нитропения на первом курсе ТИБЭПа. И инфекционные осложнения 3-4 степени у каждого, считайте, четвертого больного. И в частности двое пациентов умерло от этих инфекционных осложнений. Но это были достаточно слабые больные. Нужно сказать, сейчас, конечно, ретроспективно оценивая, я понимаю, что это было очень оптимистично давать столь тяжелый режим пациентам с неблагоприятным прогнозом. Потому что если вы когда-нибудь лечили больного действительно с неблагоприятным прогнозом, часто знаете, что у них бывает очень большая распространенность опухоли, статус ЕКОК может быть 3-4. И эти пациенты, они не то что экспериментальный ТИБЭП режим, они не могут вынести обычный режим БЭП. И зачастую мы вместо 5 дней назначаем трехдневный курс химиотерапии, чтобы чуть-чуть сейчас подуменьшить опухоль, улучшить перформанс статус и потом уже со второго курса проводить нормальных дозах. И мы изменили этот подход, мы стали, оставшиеся больные получили первый курс БЭПа, а потом уже, когда их состояние улучшалось, со второго курса добавлялся Поклитоксел, и таким образом мы уменьшили частоту инфекционных осложнений. Ну и самое главное, по крайней мере, никто у нас от токсичности больше не умер. Следующий режим, последний, который мы тестировали, это был Акселерейтед БЭП, или опять же его тоже можно назвать, наверное, ДОС ДЕНС БЭП. Когда мы решили, идею подали гематологи, которые использовали, например, биокоп, не каждые 3 недели, а каждые 2 недели, и то же самое решили попробовать при БЭПе, почему бы не сделать. Опять же, сохранив абсолютно те же самые дозы, как и при 3-недельном БЭПе, добавив GCSF, мы смогли пациентам проводить этот режим каждые 2 недели. Что на самом деле, в принципе, достаточно удобно, то есть вы за 8 недель, представьте, за 8 недель вы успеваете человека вылечить от метастатической болезни. Вот у нас 61 пациент был, часть с промежуточным прогнозом, часть с неблагоприятным прогнозом, и режим на удивление оказался хорошо переносим. Всего лишь у 11% была редукция доз препаратов из-за токсичности, всего лишь 7% больных были переведены с 2-недельного на 3-недельный интервал. И самое главное, получается, что 75% больных смогли начать 4-й курс с суммарной отсрочкой не больше, чем на 1 неделю за вот этот весь период, то есть не позднее 50-го дня. Вот здесь, собственно, я суммировал все кривые выживаемости, что были получены на стандартном БЭПе, ТБЭПе, СИБОПе и ускоренном БЭПе. Вот что получается? Вот если сразу посмотреть, и выживаемость до прогрессирования, и общая выживаемость. По кривым выживаемость до прогрессирования вырывается вперед комбинация ТБЭП. Если посмотреть на общую выживаемость, ну, выше всех находится ускоренный БЭП, но это просто предварительные данные, больные, честно сказать, те, которые запрогрессировали, еще умереть не успели, и поэтому кривая выше всех. Но вот если посмотреть на общую выживаемость, опять же, ТБЭП идет впереди всех. И формально, конечно, если вот глубоко не копать бы, можно было бы сделать вывод, что комбинация ТБЭП действительно улучшает отдаленные результаты. Но не буду вдаваться в детальный анализ, мы потом все внимательно посмотрели по годам, по критериям, по характеристикам больных, и оказалось, что это просто, честно сказать, была, конечно, селекция пациентов. ТБЭП был более тяжелый режим, и мы туда как бы искусственно чуть отбирали все-таки более сохранных больных. А более тяжелые больные получали в этот момент, уходили на комбинацию БЭП. Поэтому, не вдаваясь в большие подробности, в общем, выводом является, что все-таки четыре курса БЭПа остаются стандартным лечением для пациентов и с неблагоприятным прогнозом, и с промежуточным прогнозом. Далее мы попытались посмотреть общую выживаемость больных с неблагоприятным прогнозом, какой у нас, собственно, прогресс, смогли ли мы улучшить за последние годы результаты лечения. Но вот если посмотреть, сравнить, допустим, до 97-го года и после 97-го года, то почему взят 97-й год? То, что с 97-го года у нас новые режимы там пошли, вот СИБО пошел режим, ТБЭП пошли, поэтому вот такой водораздел был взят. Мы видим, что, да, действительно, выживаемость подтянулась, стала повыше. Но, с другой стороны, если сравнить после 97-го года, мы видим, что, по сути дела, вот как бы существует какая-то стагнация, да, что до 2003-го года, что после кривые вышли на какое-то плато, и результату лучше не удается. Эти результаты, конечно, несколько нас расстроили, потому что стараешься, что ты делаешь, а результаты еще выше кривые подтянуть не удается. Но вот когда мы посмотрели, с чем это связано, оказалось, что пациенты после 2003-го года, они как бы значительно хуже, более тяжелой популяции больных, чем те, которые были раньше. То есть, например, поражение больше трех анатомических областей, то есть, допустим, у человека метастазы за брюшинные узлы, легкие, печень, да, ну, представляете себе, что за категория пациентов, в два раза выше, у 66-ти процентов больных имело место по сравнению с больными, там, с 97-го по 2003-й год, или наличие нелегочных висцеральных метастазов, это фактор риска, то есть от метастазов в печень, в головной мозг, у 56-ти процентов больных по сравнению, там, с 43-мя до этого. Поэтому, как бы, вот объяснение тому, что не удалось сильно улучшить результаты лечения за последние годы, вот это отсутствие прогресса обусловлено, на наш взгляд, утяжелением пациентов. Потому что, по сути дела, все уже знают, что герминогенными опухолями метастатическими активно занимается, там, наше отделение, что, там, Блохина, в частности, да, и поэтому зачастую пациенты очень тяжелые, носилочные, каталочные, приезжают с других городов, то есть те, которые раньше, наверное, к нам и не доезжали, и не прилетали, и спокойно лечились где-то на местах, там, кто-то умирал, кто-то выздоравливал, то есть эти больные стали целенаправленно посылаться уже в наш центр, потому что по-другому объяснить я не могу, с чем связано утяжелением этом. Вряд ли как-то изменилось, естественно, течение этих опухолей. Отдельный раздел, очень интересный, это несеменомные первичные герминогенные опухоли средостений. Это вообще очень редкое заболевание, приблизительно, наверное, 3% от всех герминогенных опухолей. То есть, когда в яичке ничего нет, да, растет большая опухоль в переднем средостении. И эти опухоли, у них есть много всяких особенностей, но, в частности, они все имеют очень плохой прогноз. Вот мы попытались, значит, по нашим данным 61 пациент с несеменомными опухолями средостения, и мы попытались сравнить с яичковыми больными, но, естественно, с плохим прогнозом. И, в принципе, оказалось, что по результатам лечения приблизительно одно и то же. За исключением частоты резекции первичной опухоли, мы видим, что, конечно, опухоль средостения тяжелее убрать, и только лишь каждый третий пациент наш был прооперирован по сравнению с половиной больных из яичковых. Опять же, если посмотреть на общую выживаемость и на эффективность различных режимов химиотерапии, то вот если тоже не копать глубоко, можно было бы, вот так диссертации защищают, да, сказать, что мы изобрели режим СИБОПТ и БЭП, они лучше классического БЭПа, и давайте завтра всех таким образом и лечить. Но это, опять же, было бы, наверное, неправильно, потому что БЭП-режим применялся на протяжении долгих лет, а новые режимы пошли с 97-го года, и поэтому вот я взял, разделил БЭП до 97-го года и после 97-го года, и видите, что происходит. Получается, что до 97-го года практически все пациенты погибали в конечном итоге, потому что прежде всего из-за того, что их не оперировали. Вылечить одной химиотерапией пациента с первичной опухоли средостения невозможно. Полного эффекта вы все равно никогда не добьетесь. Она уменьшится у вас, ну пусть уменьшится в два раза, была 10 сантиметров, станет 5 сантиметров. Если хирург ее потом не удалит, этот пациент умрет. Ну, 100% он потом погибнет у вас. А тогда все-таки качество хирургии было не то еще на средостении, и поэтому просто очень мало пациентов оперировались. И вот когда хирурги активнее включились, мы видим, что на БЭПе, вот эта синяя линия прерывистая, да, что эффективность БЭПа как бы подтянулась уже, по сути дела, до новых режимов, то есть потерялась там статистическая достоверность. И поэтому, опять же, в общем, я не могу сказать, что СИБОП или ТИБЭП все-таки лучше, чем классический БЭП для больных с несименомыми средостениями. Ну, тут мы сделали свой прогностический анализ, показали, что возраст имеет значение, размер первичной опухоли. А теперь по поводу хирургического лечения. Вообще, конечно, химиотерапия – это самое главное в лечении несименом, но огромнейшее значение также имеет и роль хирургии в удалении резидуальной опухоли. Если с химиотерапией более-менее что-то такое в стране начинает налаживаться, хоть БЭПы стали более-менее правильные проводить, то с хирургией, конечно, дела остаются крайне неудовлетворительны. Очень мало пациентов оперируется. По нашим данным, получилось приблизительно 50% больных, ну, 45% больных были прооперированы после завершения химиотерапии. Большей частью, естественно, так как чаще всего метастазируют забрюшинные лимфоузлы, это забрюшинные лимфоденоктомии были сделаны у 73% больных, ну, оставшиеся легкие средостения, там, головной мозг, печень, все было пореже. Вот здесь представлена морфология резидуальной опухоли. Получается, что где-то у половины больных вы, по сути дела, вообще там ничего не найдете, это будет некроз, у третьих больных это зрелая или незрелая тератома будет найдена, и, по сути дела, злокачественная опухоль, эта цифра приблизительно стандартная, вот во всех исследованиях проходит, где-то в 15% случаев будет оставаться резидуальная злокачественная опухоль. Мы проанализировали отдельно эффективность нашей забрюшинной лимфоденоктомии. 335 пациентов были прооперированы, и вот здесь представлена таблица. Для меня эти данные, когда я посчитал, например, были крайне интересными. То, что, если вы посмотрите на частоту злокачественной опухоли, в зависимости от размера остаточных лимфоузлов, все равно ничего не показывает, ну вот, допустим, 1-2 см разбил, от 2 до 5, 5-10, больше 10 см, это не исходные метастазы, а уже вот они уменьшились с теми, которыми пациент вышел после 3-4 курса химиотерапии. И вы видите, что независимо от размера забрюшинных лимфоузлов, частота злокачественной опухоли остается одна и та же. 13-14-15%, то же самое. То есть поэтому очень часто приходится видеть, когда пациент начинает с 5-сантиметровыми узлами лечиться где-то, они уменьшаются до 1,5 см, химиотерапевт, ну, ради 1,5 см, ну, осталось совсем чуть-чуть, такой эффект хороший, ну, что мы его будем резать, да, зазря. А давайте его оставим под наблюдение. Оставляйте под наблюдение и получаете шанс, что у 20% там будет тератома, который тоже лет через 15 запросто может малигнизироваться в саркому, и злокачественная опухоль 14%. То есть 14% это как шанс сыграть в русскую рулетку, да, там сколько, 1 из 6, да, крутит. Вот как раз получается 14% шанс того, что вы выстрелите в себя. Поэтому я призываю, что обязательно, если независимо от размера остаточных лимфоузлов, пациента надо оперировать. Это даже вообще обсуждать не надо. Даже у пациента, согласен, не надо спрашивать. Все, положено, и отдавать его на операцию. Почему это имеет значение? Вот вы посмотрите на выживаемость после заброшенных лимфоденоктомий. Конечно, вот эта кривая внизу красная, это те пациенты, у которых была обнаружена злокачественная опухоль. Конечно, кривая похуже, чем у остальных пациентов, тех почти 90% пятилетнего выживаемости, и 60%. Но, тем не менее, 60% больных вылечены, даже несмотря на то, что химиотерапией мы не смогли полностью убить всю опухоль. Кроме того, следующая очень интересная, неожиданная находка оказалась, то, что пятилетняя выживаемость была выше в группе радикально прооперированных больных, независимо от морфологии. То есть у пациента некроз, но если вы полностью удалите даже этот некроз, хотя вы заранее не знаете, некроз у него или нет, все равно пациент будет жить лучше, чем если этот некроз удалить частично. О чем это говорит? Это говорит о том, что сложно же исследовать всю опухоль. Сколько подморфолог с 10 см опухоли может сделать, какой процент опухоли он изучит, реально-то он ее порежет. Но возьмет в одном, во втором, в третьем месте. Максимум 3 блока у вас будет с этого объема. И поэтому шанс на то, что останутся резидуальные клетки, всегда велики. Поэтому надо стремиться к Р0-резекции. Кроме того, мы посмотрели на выживаемость пациентов, у которых остались заброшенные лимфоузлы, но они не были прооперированы. Ну, по ряду причин, большей частью по проблеме резектабельности. И мы видим, что пациенты, которым не была выполнена заброшенная лимфоденоктомия, жили, их пятилетняя выживаемость 73% была, по сравнению с 85% тем, которым была выполнена все-таки радикальная заброшенная лимфоденоктомия. Поэтому призываю, независимо от размера оставшихся лимфоузлов, пациента выполнять хирургическое лечение. Это крайне важно. Ну вот как бы мы сказали, что нужно пациента оперировать, а вот следующий вопрос, который долгое время тоже дискутировался, а что делать, если заброшенные лимфоузлы исчезли? У нас есть такой водораздел в один сантиметр по размерам заброшенных лимфоузлов. И вот если они уменьшились меньше одного сантиметра после химиотерапии, надо этого пациента оперировать или нет? Мы таких больных, собственно, никогда в онкоцентре не оперировали, но вот взяли, посмотрели. У нас таких было 133 пациента, у которых маркеры нормализовались, а заброшенные лимфоузлы ушли в полный лечебный ответ, да, получается. И оказалось, что если мы их оставим под наблюдение, то частота рецидивов в заброшенных лимфоузлах была всего лишь 4%. То есть, собственно, минимально. 4% мы имели рецидивы и радикально прооперированные больные с благоприятным прогнозом, у которых был некроз. То есть меньше 4% рецидивов в заброшенных лимфоузлах получить невозможно. Поэтому вот этот водораздел в сантиметр, это действительно работает. И если у вас лимфоузлы уменьшились меньше сантиметра, то можно оставить это под наблюдение. Если сантиметр и больше, то это у пациента надо оперировать. И... А, это вы мне постукиваете. Я понял. Все, завершаю. Тогда я последнее, что скажу, это про синдром растущей зрелотератомы. Синдром растущей зрелотератомы, все про него теоретически знают, практически как встречаются, начинают совершать всякие глупости. Ты лечишь, опухоль растет, маркеры уменьшаются, расценивают это как прогрессирование, начинают менять вторую, третью, четвертую линию терапии. И заканчивается все плохо для пациента. Вот по нашим данным, у нас было 50 таких больных. Из них у 45 пациентов, при этом параллельно снижались опухолевые маркеры. Часть из них была соперирована, 34 пациента. И вы видите, что реально рак у них при этом был найден всего лишь в 10%. Практически все больные живы, 91%. А вот 11 пациентов не были прооперированы по ряду причин, больше счастья по нерезиктабельности. И, конечно, у половины из них был дальнейший рост этих узлов, и, собственно, выжила лишь половина. Поэтому, если вы видите, что у вас при несименноме что-то где-то растет, но при этом маркеры в норме или снижаются, никогда не начинайте делать вторую линию химиотерапии. Вот прооперируйте, а там разберитесь. То есть и с диагностической, и с лечебной целью хирургическое лечение будет полезно. Про рецидивы тогда не буду рассказывать. Не буду говорить про рецидивы. И, собственно, вот последний слайд, ради чего все это делалось. То, что прогресс, конечно, идиот. Если посмотреть на наши данные, там 8% потянули, при промежуточном потянули, при хорошем прогнозе не потянули, даже чуть-чуть что-то ухудшилось, минус 4%. Но все-таки, если бы все бы в России лечили так, как лечатся в нашем центре, это, наверное, было бы здорово. Потому что, на самом деле, дела обстоят очень плохо. Статистики нормальной нет, но в России приблизительно, по моим подсчетам, потому что есть общая статистика, но это включает первую стадию. При первой стадии умереть вообще невозможно. Получается, в России где-то 5-летний общий выживание для медсестатических больных, ну, в районе 40% составляет. По нашим данным, медсестатические больные все в среднем на круг. У нас еще видели, какие тяжелые пациенты. 78% больных вылечено. Поэтому призываю лечить правильно, направлять в нужные центры. И прогресс идет маленькими шагами, но он все-таки идет. И давайте работать в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.